Добрый день дорогие друзья! Не так давно на сцене киноконцертного зала «Панорама» отгремел большой концерт шансона. По мнению общественности, это было одно из самых ярких событий музыкальной жизни Твери. Концерт лауреатов премии «Шансон года» Валерия Кураса, Сергея Куренкова, Якова Кирсанова и Дениса Годицкого. Песня – это воспоминания. Услышав знакомые мелодии, мы плачем и улыбаемся, уносимся в прошлое, чтобы пережить всю гамму эмоций ушедших событий. Песня – это жизнь, заключенная в семь нот. Особенно ярко это ощущаешь, когда слушаешь шансон. История этого музыкального жанра имеет множество невероятных моментов и открытий, которые я предлагаю узнать прямо сейчас. Родина шансона – Франция. С французского языка слово переводится как «народная песня». Учитывая культуру страны, в которой зародился этот жанр, несложно догадаться, что для шансона характерен романтизм. Посмотрим, с чего начиналась история этого музыкального направления. Это звучит невероятно, но своими корнями шансон уходит в XII век. В то время во Франции стали появляться труверы или лирические поэты. Они сочетали стихи, в которых воспевали самое трогательное чувство – любовь. Творчество труверов описывало простые сюжеты, что характерно для народной поэзии. На стихи накладывалась музыка, под которую пел и плясал народ. Песни были многоголосные, их запевали сразу несколько человек, радуя окружающих своими произведениями. Как музыкальный жанр шансон сложился лишь к концу XIX века. Народное творчество привело исполнителей в кабаре. Именно здесь французы наслаждались трогательными и волнующими мелодиями, которые были неразрывно связаны с лирическими стихами. Эти песни звучали в знаменитых кабаре «Черный кот» и «Мулен Руш». Свой увеселительный, развлекательный характер шансон утратил после Второй мировой войны. Трагические события, захлестнувшие всю Европу, не прошли бесследно и для мира музыки. Для написания песен шансонье выбирают более глубокие, проникновенные сюжеты, которые в сочетании с соответствующим музыкальным сопровождением заставляют пересмотреть взгляды на этот жанр. Характер шансона становится серьезным. Послевоенное время связано с одним ярким именем в истории французского шансона, с именем Эдит Пиаф. Она начинает активно гастролировать именно с середины 40-х годов. И ведь есть те, кто не знают, что популярное падам – это и есть шансон. Благодаря Эдит Пиаф шансон этого периода получает название «Женский». Вторая половина XX века в некотором роде новый расцвет жанра, который подарил миру Джуда Сена, Шарли Азнавура, Лару Фабиан, Мирай Матье и других ярких исполнителей этого жанра. И все же, что такое шансон? Национальная черта французской культуры. Главный принцип этого жанра заключается в том, что песню обычно исполняет сам автор. При этом музыка не отрывна от текста, который представляет собой определенный сюжет. Каждая песня – своеобразная история со своими эмоциями и образами. Существует ли русский шансон? Ошибочно считать, что так называемый русский шансон зародился в начале 90-х годов прошлого столетия. Его развитие пришлось на конец XVIII и начало XIX веков. В это время русские исполнители под влиянием мелодичной французской песни распевали романсы. Чуть позже они стали ассоциироваться с народными песнями. По моему мнению, шансон сегодня – это просто популярная музыка. А популярным может быть многое. Лирические песни о любви, незатейливые шуточные песенки, серьезные военные песни – и все это шансон. Один из самых популярных жанров в России, у которого есть множество истинных поклонников. А мы предлагаем вам окунуться в мир собственных эмоций и переживаний. Ведь именно для этого был создан шансон. 4 апреля на канале ОТР будет транслироваться большой концерт шансона, который состоялся в киноконцертном зале «Панорама». Концерт лауреатов премии «Шансон года» Валерия Кураса, Сергея Куренкова, Якова Кирсанова, Дениса Годицкого. И мы желаем вам хорошего просмотра. А я немножечко хочу рассказать о каждом из этих исполнителей. Любимец миллионов поклонников Валерий Курас мог бы не стать музыкантом. По окончании медицинского вуза и ординатуры он поступает на работу в знаменитейший, на весь Советский Союз, Институт микрохирургии глаза Святослава Федорова, где становится ведущим хирургом, делая в год почти 2000 операций. В лихие 90-е занимается бизнесом, где тоже достигает определенных успехов, но все-таки музыка берет вверх, и он берется за перо. Творчество Валерия Кураса можно назвать как умный шансон, в котором нет пошлости и пресловутого блатника. Это так называемый семейный добрый шансон, у которого есть, как я уже говорила, большое количество истинных поклонников. Сергей Куренков также по первому образованию не был музыкантов. Он обучался в Томском политехническом институте. Но, однако, и здесь музыка взяла верх. По мнению самого автора, его творчество можно назвать как поп-шансон. Откуда же он черпает истории для своих песен? И, по словам самого Сергея, он очень любит путешествовать. Путешествия за рубежом он предпочитает путешествия по России, по диким и живописным местам, где и черпает истории для своих самых-самых популярных песен. Яков Кирсанов с детства увлекался музыкой. Сейчас это известный поэт, композитор, исполнитель, автор слов ко многим шлягерам певцов российской эстрады. Как говорит Яков, с годами ему стало не хватать романтизма и рыцарства. И его песни наполнены именно этими чувствами. И, опять же, как говорит сам автор, он пишет их для людей, которые просто любят жить, любить и творить. А я желаю вам хорошего просмотра. На этом у меня все. До встречи в следующей программе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!